Трагедия в Петербурге. И хотя пока еще рано делать окончательные выводы, нельзя не отметить сопутствующие обстоятельства. Путин в Питере, российская власть идет по пути закручивания гаек, после недавних массовых арестов российских активистов, путинский режим на Западе выглядит очень плохо. Кроме того, естественное сочувствие цивилизованного мира к жертвам теракта может остановить непрерывно раскручивающуюся в США спираль Кремлингейта и позволить Трампу возобновить разговор о совместной борьбе с Россией против международного исламистского терроризма. В очередной раз неизвестные террористы в кавычках очень удачно вписываются в политическую повестку российского диктатора. Гарри Каспаров. Далее мнение журналиста Айдера Муждабаева. У меня версия одна. Это политические взрывы в питерском метро, которые организованы с целью окончательно вывести в Россию диктатуру, запретить все, что можно запретить, поставить страну на якобы антитеррористические рельсы и все, кто так или иначе расшатывают страну, играют на руку тем, кто взрывает, убивает русских людей и терроризирует Россию. По тому, на кого возложат вину на террористические акты и по тому, какие действия будут по отношению к Сирии или к Украине, мы поймем, какова была тактическая цель этих взрывов. А стратегическая цель понятна. Это сменить в России повестку дня и усилить ощущение осажденной крепости. И таким образом, эта начавшаяся трясучка в связи с антикоррупционными протестами, протестами дальнобойщиков должна прекратиться. Их нужно задвинуть и заглушить. Все очень просто. Никаких послаблений, никакой отепели, никаких позитивных изменений в России не будет. Это вполне достроенный рейх, который может двигаться только в одном направлении, пока он не будет уничтожен с помощью каких-либо внешних факторов. Внутри России при этой власти позитивного ничего не будет. Айдер Муждабаев. Третье мнение. Как известно, хуже всего с правдой дела обстоят во времена, когда все может быть правдой. Кто подготовил и осуществил взрывы в Питере, неизвестно. Но репутация Путина, репутация вполне сложившаяся и первое, что приходит в голову в этом смысле, все это произошло как минимум, очень вовремя для него. Не правда ли? Настя теперь ждет полная перемена повестки. Борьба с терроризмом, коней на переправе не меняют. Всем надо объединиться против мирового зла и цетера. Ну и больше трех не собираться, разумеется. Это привет вам, россияне, из Каширского шоссе, после которого произошло воцарение никому неизвестного гибиста, а до кучи привет из Беслана, после которого он дозавинтил винты. Движемся к 2018 году помаленьку. Готовим почву для воцарения нового старого царя. Виктор Шендерович В 1999 году взрывы жилых домов в Москве и Волгодонске, попытка подрыва дома в Рязани, повестка избрать Путина на должность президента РФ, взрывы домов, война в Чечне, мочить в сортире, избрали Путина. 2017 год, взрывы в метро в Санкт-Петербурге, неверная повестка, коррупция, несменяемость власти, незаконность, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой срок Путина, подавление протестов, аннексия Крыма, война с Украиной, война в Сирии, военные преступления, санкции, невозможность снять санкции, экономический кризис, массовые протесты по всей стране. Надо сменить повестку. Верная повестка – перезбрать Путина на должность президента РФ в энный раз вопреки Конституции. Взрывы в метро, жертвы, борьба с терроризмом, возможно новая война, мочить опять же в сортире. Путина очень сложно отодрать от его кабинета в Кремле вместе с ядерной кнопкой, но это сделать необходимо. У Путина и его ОПГ есть репутация, а на основании этой репутации не может быть применен принцип презумпции невиновности по отношению к ним. Сегодняшние взрывы в метро в Санкт-Петербурге не являются террористическим актом, а являются спецоперацией Путина и ФСБ, пока не будет доказано обратное. Мы знаем методы приема ГБУХи. Сегодняшняя трагедия, как и трагедия 99-го года, является просто очередной фазой в очередной спецоперации по очередной инаугурации Путина. Повторяю, пока не будет доказано обратное. Они пойдут еще на многое. На очень-очень многое. Если надо, они разбомбят Воронеж и объявят военное положение по всей стране, отменив какие-либо выборы, чего-либо и кого-либо вообще. Они просто так не уйдут. И их последний бой будет очень кровавым. Поэтому Путин продолжит нас взрывать, как это было в 99-м году. Слава Рабинович! Путин, 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 П